Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Постыдная страница в нашей истории, Белоусов жестко о пенсионной реформе. Американское сельское хозяйство оказалось под контролем России. И другие последние новости на сегодня. Здравствуйте, друзья! И вот Америка снова оказалась в неприятной ситуации из-за России. Интересными сведениями поделились журналисты из Китая. Последние два года руководство штатов прикладывают немоверные усилия, чтобы создать огромные проблемы для российской экономики. А из истории известно, на какие действия способны американцы. Например, они специально завезли на материк Аспу, чтобы истребить индейцев, которые им мешали. А также в этих же целях подсыпали в колодцы с питьевой водой стряхнин. И все, потому что индейцы им мешали, не освобождали земли и не хотели работать на белых людей. И, кстати, именно поэтому американцы стали завозить негров из Африки, чтобы они работали на их хлопковых плантациях вместо непокорных индейцев. Вот как получается. Но что-то я отклонился от темы. И вот Вашингтон сам оказался в очень невыгодном положении. А все из-за закупок удобрений из России. Рассказываю, почему американское сельское хозяйство оказалось под контролем Российской Федерации. Как отмечают китайские обозреватели, Россия первая в мире по экспорту азотных удобрений. А также вторая по калийным и третья по фосфатным компонентам. Журналисты Нитяси рассказывают, что правительство США пытается отказаться от покупки удобрений из России. Но против этого активно встают сами фермеры. Они очень против такого решения и утверждают, что в случае такого шага последуют негативные последствия. И вот подтверждение таких новостей. Не так давно в Вашингтоне опять затронули вопрос об ужесточении санкций. Но столкнулись с сильным возмущением со стороны фермеров. А также пресса поделилась и другими интересными фактами. В Америке стиле известные данные по импорту удобрений. Оказалось, что США стали закупать российских удобрений чуть ли не в два раза больше за последнее время. И даже стали вторым по объемам импортером. А первое почетное место принадлежит Канаде, которая также не любит нас и желает нашей стране всяческих экономических невзгод. Подводит итоги, китайские обозреватели заявили, что штаты испытывают потребность в химических удобрениях. Ведь фермеры не могут выращивать без этих компонентов пшеницу, бобы, кукурузу и ячмень. Поэтому можно сказать, что США уже действуют себе во вред. И хотели бы запретить поставки из России, но понимают, каким неприятным последствиям это все приведет. При отказе от российской продукции их сельскому хозяйству придет амба. И на этом фоне для США невыносима мысль о попадании в зависимость от России. Теперь Российская Федерация контролирует поставки удобрений. И при желании вовсе может их запретить. Например, некоторые фермеры вместо кукурузы стали выращивать сою, так как эта культура требует меньше удобрений. В Китае полагают, что сельское хозяйство Америки сильно зависит от России. И нельзя с этим не согласиться. А вы, что думаете, друзья, по этому поводу? Пишите в комментариях. И вот опять Андрей Белоусов демонстрирует, что он серьезно взялся за дело. Недавно он принял участие в закрытом совещании с главами федеральных ведомств и представителями парламентских фракций. На этой встрече председатель Совета министров СНГ подверг жесткой критике многие законы, принятые Государственной Думой. Он считает, что большинство таких законов только вредят народу. И основное внимание было уделено пенсионной реформе. Создателей этого новшества он упрекнул за мизерные пенсии. А также показал, что реформа оказалась провальной. Также заявил, что это постыдная страница в нашей истории. Белоусов справедливо заметил, что доводы о продолжительности жизни и об увеличении этого показателя взяты непонятно откуда. Ведь статистика наглядно демонстрирует, что младенческая смертность действительно уменьшается. А вот пожилые люди отнюдь не стали жить дольше. Все так же печально, как и раньше. Что интересно, оказывается Андрей Белоусов еще до своих новых назначений выступал против повышения пенсионного возраста. И был в этом вопросе единственным членом правительства России. И сейчас проблема повышения пенсионного возраста остается актуальной. Так как все эти нововведения планируются плавно водить вплоть до 2028 года. Именно в этом году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Но, возможно, с подачи Белоусова весь этот шабаш прекратится. Ведь многие россияне работают на очень тяжелых производствах, где сложно оставаться в строю в пожилом возрасте. И стоит отметить, что вся эта пенсионная реформа была очень непопулярной. И, оказывается, на высшем уровне все это прекрасно понимали. Но, как сказал Силуанов, это все нужно сделать для улучшения жизни пенсионеров, которые смогут путешествовать по миру. В реальности никто из пенсионеров на пенсию не то что не может путешествовать, но не всегда может оплатить за свое лечение или за восстановление зубов. Но все это чиновникам не понять. В настоящее время Белоусов является первым заместителем главы правительства России и, видимо, может что-то и возразить депутатам. Что интересно, Андрей Ремович еще в процессе обсуждения этой реформы говорил, что решение неправильное. И в долгосрочной перспективе сформируется нагрузка на рынок труда, на котором и так куча проблем. Ведь никто не учитывает, что у многих предпенсионеров нет достойной работы. Будем надеяться, что что-то поменяется в ближайшее время. Хотя один мой знакомый, который раньше был помощником депутата в одной из партий в одном из регионов, сказал, что можно писать и ждать всего чего угодно, но ничего не поменяется. А все из-за того, что слишком большие деньги вертятся в каждой партии и всякий туда попадающий хочет урвать кусок себе побольше. Не говоря уже о том, что для того, чтобы попасть хоть в какую-нибудь партию, нужно отвалить большие деньги. Поэтому даже если ты сильно болеешь, у тебя есть идеи и ты что-то хочешь поменять, чтобы твои дети жили в лучшей стране, но у тебя денег нет, то до свидания. Ну да, вот так. Домик на Кипре, квартира в Швейцарии. Кого из депутатов расстроит новый запрет на выезд из России? Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. Для кого-то это будет болезненно. Семьи парламентариев скупали недвижимость в других странах. О ком идет речь? Сенатор Российской Федерации депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации за исключением служебных командировок в порядке и в сроке, которые определяются Советом Соответствующей Палаты Федерального Собрания Российской Федерации, говорится в новом законе. По мысли его авторов, основной формой выезда парламентариев за рубеж должны стать только служебные поездки. Поездки с другими целями не возбраняются, но теперь законодатели обязаны отчитаться о том, куда они собираются, на какой срок и получить добро от руководства. В публичном поле эта инициатива объясняется необходимостью обеспечить безопасность самим депутатам и сенаторам, дескать, бесконтрольно выезжая за границу в период санкций и ограничений. Представители законодательной власти и их семьи рискуют, например, стать жертвами провокаций или быть похищенными. В этом случае вред будет нанесен не только им самим, но и нас, которые они представляют. Сложнее всего теперь придется тем членам Федерального Собрания, кто имеет за рубежом недвижимость и другие активы. Еще в 2020 году таких в Госдуме и Совете было 28 человек, 22 депутата и 6 сентября. С тех пор декларации парламентарий не публикуют и даже состав депутатов успел смениться. Последние выборы в Госдуму прошли в 2021 году. Большинство владельцев иностранной недвижимости из числа депутатов не смогли снова пройти в Госдуму. Но есть и те, кто остался. 63-летний депутат от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг – настоящий долгожитель Думы. Бывший директор Челябинского кузнечно-прессового завода первый раз избрался в парламент еще в 1995 году и с тех пор его стены не покидал. Сейчас он является председателем комитета Госдумы по монопольному рынку. За это время его семья вошла в список богатейших людей Челябинска. Жена Марина и сыновья Андрей и Дмитрий контролируют бизнес-империю, построенную на базе завода, которым некогда управлял глава семейства. Челябинский кузнечно-прессовый завод ежегодно выручает десятки миллиардов рублей. Сюда нужно добавить производство промышленных машин и оборудование под маркой Хартунг – еще один, 2 миллиарда рублей по итогам прошлого года. Плюс Уралавтохаус, торгующий мерседесами, даже сейчас, после того, как марка ушла из России, приносит более полумиллиарда рублей выручки. Завод роботов в прошлом году выручил более 100 миллионов рублей, ну и по мелочи – 35 миллионов рублей принесла сдача в аренду различной недвижимости – 24 миллиона – торговля автодеталями.